Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Hardwood. Меня зовут Михаил. На моем канале вы неоднократно могли смотреть видеоролики, посвященные самостоятельной заготовке древесины. И также были у нас конференции с Сергеем Нейманом, канала Marant Pro, в которых мы обсуждали все эти вопросы. Но одно дело заготовка древесины, а другой момент, как понять, что древесина пригодна к столярному производству, к столярным изделиям. Надо прежде всего контролировать ее влажность. И чаще всего мы применяем влагомеры. Влагомеры бывают двух типов, контактные и бесконтактные. Контактные влагомеры это приборы, которые имеют две иголки, вы втыкаете эти иголки в материал, и он вам показывает влажность древесины. Принцип действия таких влагомеров основан на электропроводности древесины, и понятное дело, что чем больше влаги, тем лучше электропроводность, и тем больше показаний этого влагомера. Бесконтактные влагомеры коренным образом отличаются от контактных, и они производят измерения, не нарушая целостность наружного покрова. Бытует мнение, что контактные влагомеры, то есть влагомеры с иголками, измеряют влажность более точно, чем бесконтактные. Но на самом деле все не совсем так. Дело в том, что влажность древесины, а следовательно ее электропроводность, не одинакова по всему объему. То есть если у вас наружный слой пересохший, то у вас этот влагомер измеряет только влажность наружного слоя, а внутри, сколько там влаги, понять совершенно нереально. Для того, чтобы измерить влажность древесины внутри доски, вам, естественно, придется ее распилить, и только после этого вы доберетесь до внутренних слоев и сможете измерить эту самую влажность. С бесконтактными влагомерами все совершенно иначе. Поскольку принцип их действия основан на распространении и поглощении электромагнитных волн, то, соответственно, чем больше влажность древесины, тем больше эти волны поглощаются. И электромагнитным волнам, как вы знаете, нет особо больших преград. То есть они проникают вглубь дерева, и, соответственно, измерения можно производить на довольно большую глубину этой самой древесины. Конечно, невозможно, как говорится, просветить брус 150 на 150 насквозь, но, по крайней мере, его влажность вы сможете определить с довольно высокой точностью. Но, опять же, если брать брус 150 на 150, то там, конечно, критерии по влажности совершенно другие. А вот для столярных изделий чаще всего идет столярная доска толщиной 53 мм. Это стандартная толщина после простружки, которой вы получаете 50 мм чистой толщины доски. На 50 мм доске эти влагомеры отлично себя показывают. Также хочу заметить, что при измерении контактным способом вам необходимо обязательно нарушить поверхностный слой. Допустим, если дерево имеет какое-то лаковое покрытие, то, естественно, влажность этого дерева вы померить не сможете. Нужно это бывает довольно часто, и нужно в таких случаях, когда вы делаете мебель к определенному интерьеру. Вы должны точно знать, какую влажность имеет мебель в данном интерьере. Для этого вам нужно измерить влажность нормальную для этого помещения. И после этого вы подбираете материал с такой же влажностью для изготовления какой-то дополнительной мебели. Если влажность будет отличаться, то после того, как вы привезете готовый заказ на место, он начинает трещать по швам, коробится и вылазят всякие нехорошие вещи. Вот чтобы этого не происходило, нужно иногда бывает измерить именно влажность исходной древесины. То есть та, которая уже привыкла к данному интерьеру, к данному помещению. Например, есть стол из массива, и вам придется облезть этот стол со всех сторон, чтобы найти место, где можно этими иголками ткнуть, и это повреждение не будет очень сильно заметно. Кроме того, контактный метод очень неудобен при измерении влажности твердых пород. Даже если у вас черновая доска, то иголки вам нужно немножко воткнуть, а чтобы их воткнуть, надо приложить усилия. Само собой, что довольно часто бывает такое, что просто отламываются иголки, потому что вы сильно давите на прибор. Несмотря на то, что по цене они отличаются очень сильно, допустим, контактный влагомер можно купить за 11 долларов, что находится в пределах 600-700 рублей. Бесконтактный влагомер стоит, конечно же, намного дороже. И вот сейчас хотел бы я вас познакомить с тем влагомером, который я купил в китайском магазине Gearbest.com. Специально лазил по интернету и искал, какой же влагомер взять. Нашел на Амазоне оригинальный влагомер, фирменный, и его стоимость колеблется от 54 до 83 долларов. После я зашел на сайт Gearbest.com и нашел точно такой же влагомер, только по цене уже 31 доллар. Влагомер отличается только внешним видом, цветом кнопок, скажем так. В остальном это абсолютно тот же самый влагомер. Собственно говоря, для меня нет никакой разницы, будут ли это оранжевые кнопки, как в оригинальном приборе, либо это будут черные кнопки, как в китайском аналоге. Самое главное, что внутри они полностью абсолютно одинаковые. Итак, давайте рассмотрим сам прибор. Влагомер пришел мне вот в такой картонной коробочке. Ну, собственно говоря, это черновая упаковка, ничего такого сверхъестественного. И сам влагомер находится в таком синем хорошем чехольчике. Ну, естественно, прибор не сказать, что очень дорогой. Это по цене 31 доллар выходит 2000. Ну, тем не менее, чехол это очень хорошо, он не будет пылиться. В комплекте, естественно, имеется инструкция, но она на английском языке. Чтобы вас не утруждать, я сейчас пробегусь по этой инструкции, расскажу, как работает прибор, как им пользоваться. И здесь вот еще специально сделаю скриншоты. Вот здесь приведена табличка плотности древесины. Это нужно для установки вот здесь, кнопочка и плотность на различных породах. Итак, перейдем к моему прибору. Работает он от трех батареек, и батарейки к нему были в комплекте. Прежде всего, имеются две кнопки. Кнопка включения и кнопка выбора плотности древесины. Также есть кнопки вверх-вниз. Это для установки различных режимов. Прежде всего, включаем прибор. Сразу загорается кнопочка скан, загорается галочка. Плотность установлена трем равная. И сразу показывает влажность. Прибор уже во включенном состоянии, готов к тому, чтобы измерять влажность. При нажатии кнопки выбора плотности, мы меняем показания, которые измеряются в попухаях, то есть в относительных единицах, от 1 до 9. Ну, естественно, каждой цифре соответствует определенная плотность древесины, определенная порода. И теперь еще такой момент. Здесь можно в этом приборе установить порог срабатывания этого влагомера. Например, ситуация такая. Вам нужно отобрать из кучи досок, те доски, которые находятся в пределах влажности, например, до 14% или до 9%. Вы можете установить этот самый порог. И если доска не подходит, то здесь будет у вас светиться не галочка, а будет светиться крестик. Или другой вариант. Вы, например, собираетесь делать уличную мебель. Ну, для уличной мебели, конечно же, критерии отбора совсем другие. Там влажность можно допускать, например, и до 20%. Совершенно ничего страшного в этом нет. Вы ставите влажность 20%, пробегаете по доскам, которые лежат, например, у вас на улице в штабеле, выбираете то, что вам подходит, делаете из них садовую мебель, и эта мебель у вас замечательно себя чувствует. Ее не коробит, она не рассыхается, не разваливается на части. Итак, давайте посмотрим, как устанавливается порог. Кстати говоря, прибор, если он в бездействии, он через 5 минут отключается. Итак, переходим в режим установки. Вот здесь у нас загорелась надпись SET. Вот покажу поближе. Это значит установка. Здесь я уже поигрался немножко и установил верхний порог влажности равен 40%. И здесь теперь мы орудуем вот этими двумя кнопками. Кнопки всего две. Нажимая кнопку вверх, мы выбираем позицию, которую мы устанавливаем. Четверка, нолик и нолик после запятой. А вот кнопка вниз, как раз у нас выбирает число. Числа бегут по кругу. Вот давайте мы установим, например, влажность равную. Нажимаем мод. Все, скан. И теперь берем, ну просто любую деревяшку. Прикладываем. Видите, загорелся крестик. Это значит, что предел измерения влажности вышел за контрольный предел. Тот порог, который мы установили. Переустановим порог. Нажимаю кнопку мод. Пусть будет 40%, например. Ну давайте, например, поставим 40,5%. Все. И теперь нам осталось разобраться с кнопкой плотности древесины. Вот так выглядит таблица. Сейчас вы можете поставить на паузу и сделать скриншот. Для того, чтобы эта табличка у вас была всегда под рукой. В этой таблице пересислено 48 наименований древесины. И есть такая поправка. Установить ноль, если плотность находится в пределах до 0,35. То есть все, что ниже 0,35, все у нас измеряется на нуле. И наконец-то настало время испытать прибор в работе. Прежде всего, само собой, его нужно откалибровать. Как же это делается? Для этого мы извлекаем одну батареечку. Ну, собственно говоря, надо, чтобы он был без питания. Нажимаем кнопочку Mode. И вставляем батарейку на место. Сейчас прибор перешел в режим калибровки. Здесь вы видите две черточки. Сначала нажимаем кнопочку вверх. Вот как она начала моргать. Это говорит о том, что произошла калибровка по влажности. То есть прибор адаптируется к влажности окружающего воздуха. Далее нажимаем кнопочку вниз. Все, заморгала вторая черточка. Это значит, что прошла калибровка по температуре. Теперь выключаем прибор. Все. Вот сейчас прибор полностью готов к работе. Включаем. Кстати говоря, забыл сказать, прибор выключается нажатием на кнопку и выдержкой две секунды. Все. Включить, выключить очень просто. Сейчас у меня установлена плотность древесины равная трем. Это соответствует кедру, либо сибирской сосне, если быть правильным. Есть у меня как раз именно северный строительный лес. Эта доска у меня хранилась дома. Сейчас у нас сезон дождей. Уже больше месяца льют дожди, поэтому влажность окружающая довольно высокая. Прикладываем и смотрим. Влажность составляет 8,5-9%. То есть вот эта влажность, она, конечно, завышенная. Нормальная влажность составляет в районе 8%. Но поскольку окружающая влажность выросла, то выросла и влажность самой доски. Также есть у меня наша местная сосна. Это более рыхлая древесина. И для нее плотность нужно установить двоечку. Двоечка. Прикладываю и получаю примерно те же самые показания. 8,5-9%. То есть это как раз та влажность, нормальная влажность, которая для нашего климата является оптимальной. Следующее, что мы испытаем, это дуб. Тот дуб, с которым я работаю. Он у меня сох в естественных условиях. Сначала на улице, потом здесь в комнате. И для дуба у нас плотность надо установить равную 4. Прикладываем. Получаем те же самые 8,5%. То есть, как вы видите, все дерево, которое находится у меня в доме, оно имеет одну и ту же влажность. А вот теперь я вам покажу свежую доску. Она у меня была спилена совсем недавно. Это тот самый ильм или карагач. Прикладываем и получаем 15%. То есть это древесина, которую я пилил месяц назад. И она еще не совсем досохла. Давайте я покажу поближе. Вот видите ее влажность. А теперь для сравнения покажу досочку карагача, которая была спилена больше года назад. Плотность древесины я оставляю ту же, на четверочке. Прикладываю и получаю 9%. То есть, как видите, прибор отлично показывает влажность. А тот разброс где-то в районе 1%, он большого влияния не имеет. И может, конечно, зависит от того, что мы попали на сучок или на более рыхлые слои древесины. Но это свойственно любым влагомерам. Ну и под конец покажу вам небольшой сюрприз. Собственно говоря, сюрприз этот в кавычках. Как я уже рассказывал, я беру американский орех в виде заготовок для прикладов. Брал в оружейном магазине. Хорошая заготовка, без трещин, темная, красивая, залитые торцы. Все замечательно. Ну, сюрпризом стало как раз измерение влажности. Сейчас выставляю плотность древесины. Для американского ореха плотность устанавливается 3 единицы. Прикладываем и получаем аж 20,5%. Само собой, что из такой древесины сделать что-либо будет довольно проблематично. Причем влажность на разных краях, она разная. То есть, вот эта доска, ее залило водой, когда, наверное, ее транспортировали. Ну и, собственно говоря, что там скрывать, вот об этом свидетельствует плесень. То есть, древесина, даже если была хорошо просушенная, она напиталась влагой. И теперь мне придется очень долго ждать, пока она досохнет. Только после этого я смогу пустить ее в дело. То есть, в данном случае, как вы понимаете, влагомер меня очень сильно выручил. И если бы я, например, сделал из этого бруска какую-либо шкатулку, то через некоторое время она покоробилась бы, потеряла геометрию. Может быть, перестала бы закрываться или вообще развалилась бы. Так что все, эту заготовку я откладываю, и пусть она досыхает до лучших времен. На этом наш обзор закончен. Если кому интересно, если кого-то заинтересовал такой прибор, то ссылку я предоставлю в описании к видео. Помимо всего прочего, продавец еще предоставляет купон. Я не специалист в интернет-покупках, но, насколько понимаю, купон это дополнительная скидка. И если ее предоставляют, то зачем же от нее отказываться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Нас еще впереди ждет много новых видео. В частности, мы будем рассматривать еще измерительный инструмент, но это будет чуть-чуть позже. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить оценки, подписываться на канал. До новых встреч!